Грёбаные упокоители, куда выделить девчонку? Если вы её тронули, клянусь я, да чего уж там я вас, твари, при любом раскладе урую нахер. Что с тобой сделали? Лиза! Лиза! Эй! Милая! Нет! Эй! Эй! Тихо! Молчи! Лиза, это я. Ну, Дикон, помнишь? Дикон! Дикон. Всё. Тихо. Не бойся, а? Всё будет хорошо. Ты цела? Чёрт. Бежать можешь? Знаешь, где домик администрации? Там рядом мой байк. Прямо сейчас ты туда побежишь со всех ног. Со всех ног? Только не останавливайся. Готова? Да? Беги. Привет, Риккин. Привет, Дик. Я удивлена. Такер перестала торговать рабами? А, Лиза, это Рикки. Она отвезёт тебя в безопасное место. Ничего не изменилось, Дик. Железный майк тебе за это не заплатит. Да при чём тут? Я же не про разрешение. Это же совсем другое. Дело же не в деньгах совсем. Просто забери её, а? А что с ней, Дик? Ну, короче, её поймали у упокоителей, и я... А, бог ты мой. Ну, Лиза, привет. Я Рикки. Скажи, ты любишь рыбу ловить? Я вот обожаю. Больше всего на свете я люблю рыбачить. Хочешь, вместе пойдём? Да? Я расскажу тебе про Лост-Лейк. Знаешь, вода в нашем озере просто чистейшая, а рыба... Ох ты мой! Рыба на рассвете прямо скачет вот досюда. Увидишь, там тебе очень понравится. Давай, держись покрепче. Готово? Большой тебе. Они мне идут. Они хотят? Со мной пришли. Чёрт, Бухарь, ты чего? Нет! Ты как сюда попал? Эй, 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 эй. А ну, не с места. Бухарь, это я. Не с места. Это Дик, успокойся. Если только рыбнешься. Давай поговорим. Пойдём нахрен. Спокойно. Ну-ка, дай пушку. Нет! Давай сюда пушку. Давай! Чёрт. Охренеть. Бухарь, ты охренел, что ли? Я слышал. Я голоса слышал. Только этого не хватало. Стой, Дик. Ты разве не слышал? Ни хера я не слышал. У тебя заражение крови. Да иди ты. Да сто пудов. Ты сам посмотри. На хрена мне. Вставай, тебе нужна помощь. Да отвали. Вставай. Привет, Рикки, Эдди. Я уже ухожу, так что, если вы меня пропустите... Слышь, ты чего это шаришься в моём лазарете? О, ты меня застрелишь. Не, погоди, есть же кодекс, да? В бабу стрелять только в крайнем случае. Вот тебе случай. Чёрт, слушайте, я всё вам могу объяснить. Глянь, что в сумке. Что, теперь наркотой стакер торгуешь? Когда ты привёл девочку? Я думала, ты изменился. И явно ошиблась. Нет, у него тут не наркота. Что? Это антибиотики. Бухарю плохо. Заражение кровью. Идти мне больше некуда. А как это с ним случилось? Без разницы. Я облажался. Тащи его. Ну, веди его сюда. Нет, так нельзя. Ещё как можно. Мне плевать, кто это. И плевать, что скажет железный майк. Если человек болен, ему надо помочь. Ты в башку не стрелил. Это я. Стой, назад! Надо заботиться друг о друге. Эй. Эй, привет, я Рики. Ты меня помнишь? Я год назад вместе с вами была. Рики. Да. В Томова? Да. Это, между Томова и Лос Лайк? Да. Да. Подожди. Ты вспомнил, как себя чувствуешь? Бухарь, ничего. Да, зашибись. И всё равно ты не имел никакого права нас грабить. Прикалываешься? Ты его руку видела? Что мне было делать? Ну, не знаю. Попросить по-хорошему. Господи. Тоже мне грозные байкеры. Самые крутые намады на всё одище. И вот приползли на брюхе к майку. А, стоп! Если вас впустят. Короче, ведём, пока его к Эдди. Пошли. Давай, встаём. Руки убери. Рикки. Ну да, Рикки. Эдди размазня. Майк, мы едва кормим тех, от кого есть хоть какая-то польза. Куда нам ещё этого калекать? Он не калек, он может работать, он... Им просто надо дать пинка. Нет, Майк, разве мы такие? Охренеть. Ну ты даёшь. А ты? Неужели надоело быть шестёркой вот так? Реймонд, хватит! Не зови меня на жопу, достал! Ну всё, хватит! Видишь? Ты знаешь, что это за хрен и на что он способен? Ты успокойся, а ты? Убери капушку. Майк, это ведь он привёл к девочку. Я знаю. Я знаю. И да, я знаю, что он за человек, и что он сделал. Он не хуже, чем ты. Или Рикки. И не хуже меня. Мы все пожили своё водище, и всякого дерьма там успели наворотить. Дик нам пригодится. Стоп, минуточку. Я прошу лишь несколько дней и антибиотики. Сделаю, что скажете. Ну чё, ладно. Как решите, я согласен. Всё, пошли. Поедем на север. На север? Там есть лагерь, рядом со Смитрок. Бухарь там никогда не бывал, а здесь... Слишком много воспоминаний. Пора начать всё заново. С чистого листа? Ну да, понимаю. А теперь иди не маячь перед глазами. Мне надо подумать. Ладно, Майк, как скажешь. Если что будет нужно, пусть Рикки со мной свяжутся. Продолжение следует... Продолжение следует... ДИКОН Вот. Нож Листона? В Гражданскую войну такими выполняли операции в полевых госпиталях. Операции? Да, когда не было анестетиков и опия. Я там написала, где такое можно найти. Это брошюра из туристического центра. В Кэм-Шермане, где фриканы так окишат? Ну, я попробую. Да, Дикон. Спасибо. ДИКОН Я слышала, как ты приехал тем вечером с Рикки, и кто с тобой был? Бухарь. Его зовут Уильям, Билл. Но я всегда звал его Бухарем. Ладно. Пока. Первый фрик. Я была на работе... Секунду. Сейчас обходим. Пашу. 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 Я ещё при тебе. Хорошо. Я постараюсь побочь тебе выяснить насчёт той женщины. Сара Уитакер. Я посадил её на твой вертолёт. Да, да, я знаю. Ладно. Но сначала ты должен для меня кое-что сделать. Чего? Я тебе что-то должен? На твоей рации есть цифровой дисплей. Я отправлю тебе зашифрованное сообщение. Координаты. Встретимся там. Что это было? Как нарочно. Да, к нему! Сволочь! Я ранен! Убили! На твоей рации есть цифровой дисплей. Я отправлю тебе зашифрованное сообщение. Координаты. Встретимся там. О, Брайан, ты чего там мутишь? Про вас дожди на месте. Меня будут сопровождать бойцы Энерва, как и раньше. Смотри, чтобы тебя не увидели. Конец связи. Ну, давай посмотрим. Продержится. Вот он. Домик администрации. Надо как-то попасть внутрь. Это где-то здесь. Здесь внизу. Мало что осталось. Все вынесли, почувствую. Да. Вот этот нож. Теперь надо отвезти его Кэдди. Эдди, я достал тебе этот нож. Спасибо тебе. Ты не представляешь, как он вам нужен. Нет проблем будет. Я рад помочь. Привет. Вот тот нож, который тебе нужен. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Там какой-то шум. Самочувствие. Все. Все нормально. Хватило бы топлива на обратный путь. Что-то нас сегодня далековато занесло. Пока мы на земле, топлива наименьшее из наших проблем. Дома родили. Скоро френьки выйдут. Вы это слышали? Я в курсе. Заметка номер 2 07 1. В одной из ловушек в секторе 14 А попалась крупная особь мужского пола с выраженным альпинизмом. У субъекта отсутствует пигментация кожи, а глаза имеют красноватый оттенок. Мышечная масса на 40% превышает таковую обычную сражу. Эти альбиносы, как вы их назвали, правда существуют. Это всего третий образец, который нам удалось изучить. Как я уже отмечал, из-за их устойчивости к урону к ним чрезвычайно опасно приближаться. В других отчетах мы сообщали, что в этом регионе замечено более тысячи особей. Какова бы ни была причина мутации, она распространяется быстро. Сколько времени это займет? Слишком долго, это точно. Брайан, ты охренел? Что здесь? Что не так? Я тебе скажу, что не так. Твои ребята выдирали кишки из еще живого фрика. Они не мои ребята. И тебе-то что? Ты разве не этот, как вы там себя называете, намат? Ты убиваешь зараженных ради денег? Или что о вас там? Вы это слышали? Да, я убиваю фриков, но я не препарирую их живьем и не слушаю, как они визжат. Ты добыл мои данные? Там ты подошел? Да, я их добыл. Ладно, начинаю загрузку. Еще поговорим. Конец связи. О, Брайан! О, Брайан! Черт, ну вот опять. О, Брайан, ответь мне! Черт, не вздумай только пропасть. Номады. Давно тут засели, а? Нападаете на мирных людей, которые находятся в земле. Нас, как с космами. Чтобы наконец иметь возможность выездить своих крысиных ног. Будьте бдительны. Ждите удара с неба. С вами Марк Коплант. Это радио Свободный Орегон. Не верьте лжи. Может здесь? Куда же ты подевалась? Ладно. Остальные сожгу потом, когда вернусь. Ладно, везде пойдет. То, что надо. Ладно, где же ты? Это Лиза написала? Я хочу забыть. Озвучит вполне в ее духе. Озвучит вполне в ее духе. Ну вот. Озвучит. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Эй, я пришел проведать этого жирного лентяя. Ну что, Бухарик, не надоело тебе валяться? Там Бухарик. Дикон, тебе сюда нельзя. Тихо, что происходит? Все, Дикон. Он поправляется. Ему нужен отдых. Чего ты мне втираешь? Я тебя спросил, он поправляется? Нет, Дик. Но антибиотики... Этого мало. Слишком мало. Нет, я не понял, ты сказала, что... Я сказала, что я попытаюсь. Теперь остается только ждать. Значит, ждать. Ждать. Дикон. Нет, это... Дикон, 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 стой, стой! Ты хочешь что-нибудь разбить? Я по глазам вижу, но знаешь что? Валяй, разбивай, но только за дверью. Эдди, я могу. Все, иди. Ты уже сделал все, что ты мог. Пожалуйста, иди домой. Иди домой. Дикон. Ну что, жить будет? Да, он поправится. Просто надо пару дней подождать. Пойдем-ка со мной, я тебе кое-что покажу. У меня дела. Я своей шеей рискую. Серьезно, ты должен это увидеть. Короче, слушай, пару месяцев назад в лагерь приходил один намат. Рассказывал всякое. Якобы он работал в аэропорту. Он был там, в Ферволе, когда пошел весь замес. Как-то ночью они ждали самолет из Портленда. Но он так и не прилетел. И он вез груз для Красного Креста. Красный Крест? Да, понимаешь? Медикаменты, оборудование, целый трюм этого всего. Может, и от заражения крови всякую херню. Антибиотики. Ну, короче, этот намат был в диспетчерской, когда самолет просто исчез с радаров. Вуф, только был и след простыл. Примерно здесь. С юга горы Вашингтон. Это с его слов. Упал целехонький. Типа, ну, управляемое падение. Парни наши сидели и слушали, как умирает пилот с перебитым хребтом. Ясно. И вы никого не посылали на поиски? Неа. Почему? Потому что старик против. Железный Майк? А, понял. Упокоитель. Да ты на лету сейчас. Всё, к западу от Айрон Ридж теперь принадлежит Карлосу и его банде весёлых лысых копников. И если они тебя там поймают, короче, иди на север, брат. Потому что иначе договор Майка с упокоителями... Да понял, я понял. Но вот вопрос, зачем ты мне это рассказал? Так, во-первых, я ни хрена тебе не рассказывал. Усёк, брат? Во-вторых, ты же намат. Я же не могу бегать за тобой, как шестёрка и жопу тебе подтирать. Ясно. Я человек занятой. Я понял. Ты просто у нас такой славный, малый, да, Шиза? Я просто пытаюсь выжить. Как и все вокруг. Знаешь, надо жить по совести. Это всё, что нам осталось. Улавливаешь? Да, я улавливаю. Держи рацию под рукой. Свяжемся. Да, Шиза, на тебя всегда можно положиться. Но что ещё? Что угодно, лишь бы не торчать в этой дыре. А, это ты. Ты ведь что-то продаёшь? Прокачать всегда стоит. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok